Победы по ски-йорингу на первенстве Новосибирской области и Алтайского края, награды на олимпиадах по робототехнике, медалей, кубков и дипломов у воспитанников Дома детского творчества Ордынского района и не сосчитать. Но вот совсем недавно преподавателей стало едва ли не в два раза меньше. Наталья Цопина попыталась узнать, какая судьба у дополнительного образования в Ордынском районе. Может не все из этих ребят могут похвастать отличными оценками в дневниках, но высокий уровень спортивной подготовки подтверждают регулярно. Третье место по итогам сезона. 2013-2014 год областных сельско-йорингу в Новосибирск. Это Ордынск, это Черепаново, кубок. Места я не знаю, там все вместе. В Ордынском Доме творчества спортивно-техническое направление развивает уже пятый год. Когда начинали, было 40 желающих и один мотоцикл. Потом кинули клич, жители района поделились с ребятами старой техникой и запчастями. Но пока транспортные средства все равно в дефиците. Хотя бы два человека на один мотоцикл. Потому что если ездит больше, не смотрят за техникой, они его бьют просто-напросто и все, быстренько. Юлия Поповой всего 13, но она уже крепко держит в руках паяльник. Недавно сама собрала из радиодеталей мощный стабилизированный источник питания с защитой. Впрочем, тут каждый, на все руки мастер. Мы в основном живем на самообеспечении. Скажем так, компьютеры сами тут все собирали. С разных схлама там прочих. Кто что отдаст, собрали один, второй. Ну, у меня еще там четыре компьютера есть в другом месте. Ну, роботов по гранту. Это все выиграли. Художественно-эстетическое направление, туристическое, музейное. Здесь занимаются почти полторы тысячи детей. Кто-то в самом доме детского творчества, другие в кружках на базах школ. Не так давно по инициативе районной администрации сократили почти 40 совместителей. Осталось 10. И 27 преподавателей в штате. Теперь нам работать очень трудно. Потому что не хватает у нас специалистов, не хватает рук. Мы очень-очень боимся, что вот в наше вот это вот кризисное время к дополнительному образованию так немножко относится именно как к дополнительному образованию, не к основному. Дому творчества такое сокращение объяснили указом президента, по которому средняя зарплата в учреждении не должна быть ниже определенной суммы. В районе выход найден, убрать специалистов-совместителей. Для новостей ОТС в администрации Ордынского района тоже нашлось объяснение. Ничего страшного. Просто поиск скрытых резервов, усовершенствование и оптимизация. Нет, нет, ни в коем случае. Речь не идет о расформировании. Речь идет о том, что это учреждение, это вообще направление. Мы наоборот ищем новые формы, их находим и будем реализовывать. Ну а пока идет поиск форм, ребята из отдаленных сел ищут себя на улице. В то время, когда главой региона поставлена задача сохранить доступность дополнительного образования. Наталья Цопина, Борис Гладких, Новости ОТС.